мантра ну их там целая куча коды есть есть семинары развития ясновидения почему нет в последнее время ясновидения потому что очень активно используется всевозможные ритуалы влияния на людей этим занимается огромное количество людей сейчас время ритуалов люди попадают в ритуал или не попадают и здесь такой нюанс смотрите почему возникают войны связано ли это с людьми конечно же это связано с людьми но если рассмотреть до этого не было воин больших потом они появились с чем это связано обычно это связано с планетарными изменениями в кибетской или в джойте же допустим не так возьмем джойте же джойте же говорится что когда планеты между собой подходят близко друг другу то в этот момент могут происходить на элементы напряжения между странами ну и элементы напряжения между странами в этом году происходят потому что планеты кету потому что раху потому что сатурн потому что там все это между собой объединяется и находится очень близко то есть очень близко подходят друг другу и это говорит о том что затмение всевозможное это говорит о том что это время когда появляется напряженности свое время когда-то что описано бхагавадгите написано в на райане это эпос индийской медической культуры было сказано о том что велась очень большая война в этой войне участвовал весь мир и астролог предсказал эту войну и сказал с этого момента из за того что эти планеты подошли очень близко будет война длится 177 лет и она длилась 20 лет пока не пришли к этому астрологу это описание есть на районе и сказали ему что же мы должны сделать тогда был народ инда и они сказали что мы должны сделать для того чтобы прекратить эту войну и он сказал единственная возможность на нашей земле земле прекратить эту войну это поставить железный столб сделаны из чистого железа вы знаете такой столб действительно существует он железный и он есть в индии одно из чудес света до сих пор не знают как они выплавили это и удивительно там удивительный столб который при этом не ржавеет и который сделан из чистого железа почему тогда было другое время и тогда были высокие технологии о которых мы не знаем ну и конечно же этот столб существует до сих пор и в даже англичане когда-то пытались выстрелить из пушки ядро попало но этому столбу ничего с ним не произошло он никак не повредился не сломался ничего не произошло таких столбов мы можем наблюдать несколько такой стол был в стамбуле который потом спилили в греции и так далее такие столбы было не новинка они сделаны из чистого железа это были столбы которые назывались столбами мира и которые как раз препятствовали тому чтобы на человека чтобы на целую страну не влияло планетарное воздействие именно планетарное воздействие делает людей одурманенными чокнутыми нападающими зомби и так далее вот а это все подогревается еще дополнительно колдунами магами эзотериками обученными специально шаманами и так далее и это все с использованием таких вот методов которые приводят тому чтобы все деградировало потому что появляется демиург бог войны который хочет забрать большое количество душ людей которые приходят и объяснения почему он приходит тоже есть но не хотелось но не хочу об этом просто сейчас рассказ ну и здесь такая тема зачем я это все рассказал объясняю оказывается это влияет на людей и они не могут от от не могут никак отключиться от этой программы то есть люди начинают загружать себя и не могут отключиться от программы вот смотрите у людей есть миссия не должны жить у них есть семья если они не военные они там должны заниматься еще чем-то но попадая в этот эгрегор войны они не могут ничего сделать но по идее если ты не военнослужащий то должен помогать там этому миру то есть делать бизнес, содержать людей, содержать матерей, содержать больницы, платить налоги, создавать что-то, но человек, который понимает это, не может ничего сделать, люди перестают есть, перестают жить, перестают сажать, копать, они перестают, и они попадают в этот эгрегор военный, войны, и на них это влияет, то есть вот эта полоса, которая прошла через вот эти страны, оно заставляет этих людей ненавидеть, заставляет этих людей занимать позицию, заставляет их быть категоричными, можно ли назвать это такой тотальной омраченностью, несомненно, это и есть тотальная омраченность, но можно ли этому как-то помочь, конечно, чем можно помочь, ответ тут же возникает, это обычное железо, его необходимо одеть на себя, смотрите, я ношу железное кольцо, мне стало легче, если в начале я сидел и не вылазил с интернета, потом я понял и одел железное колечко, но еще лучше не одевать железное колечко, одеть железный обруч, не обязательно у меня нужно их покупать, вы можете взять обычную железную проволоку и одеть на запястье левой руки, или на ногу одеть, или там на шею, куда хотите можете одеть, главное, чтобы она была железная, в виде, если не хватает денег на мизинец, если плохие отношения на безымянный палец, нет отношений там, на большой, на средний вернее палец, чтобы идеи возникали, чтобы не было вот такого истеричного состояния, на указательный, чтобы со здоровьем было хорошо, на большой палец, чтобы семья вся была, чтобы они могли к чему-то идти, чтобы не были все сосредоточены исключительно на войне, да, нужно участвовать, да, нужно быть в этом, да, нужно знать, что происходит, но это не должно затмевать всю жизнь, жизнь связана с тем, чтобы обслуживать себя, обслуживать детей, обслуживать мужа, заниматься бизнесом, заниматься поддержкой этой страны, делать что-то для этой страны, идти воевать, или там участвовать где-то в том, что поможет защищать эту страну, или находясь за границей, не сидеть бесконечно и стонать, а искать что-то, выживать и так далее. Но омрачение такое, оно приходит, хватает, и человек никак, никаким образом не может с этим справиться. Такое омрачение существует. Отказаться, отрезаться от этого омрачения поможет просто железное колечко. Если бы все одели на себя железные кольца, то всех бы отпустило мгновенно. Я бы на всех одел.